Всем привет! Наконец-таки я нашла время рассказать о своей поездке в Исландию, а в Исландию я ездила аж зимой 2022 года. Даже для меня эта поездка оказалась неожиданной и незапланированной, потому что я просто листала инстаграм и наткнулась на рекламу тура у ребят, которых я до этого не знала. Я прочитала описание программы, мне очень понравилось, и я решила, что вот оно время, когда стоит собраться в поездку в Исландию. Если вы, как и некоторые мои знакомые, подумали, что, наверное, странно ехать зимой в какую-то холодную страну во льдах, в снегах, где сильный ветер и очень холодно, вместо того, чтобы поехать куда-то к морю и солнцу, я вам отвечу, что Исландия, она сама по себе известна как страна льдов, и очень здорово увидеть ее в первоначальном смысле и значении. И такая зимняя поездка может стать одним из ярчайших событий в вашей жизни. Теперь пару слов о самом туре. Это, пожалуй, первый мой опыт поездки с организаторами, где от и до все организуется гидами. И опыт однозначно безумно положительный. Даже на начальном этапе, когда мы покупали билеты, у нас получился форс-мажор, потому что авиакомпания AirBaltic обменила рейс, которым мы должны были лететь в Исландию. И организаторы сами решили эти проблемы, договорились с компанией о предоставлении нам ваучеров на проживание в отеле, на питание, на такси. И мы вообще не испытывали никаких сложностей. И, в принципе, нам не надо было ни о чем переживать, ни о еде, ни о домах. Просто сидеть и наслаждаться красотой. Поэтому давайте теперь посмотрим на эту красоту вместе с вами. Не могу не показать вам нашу дорогу, потому что она заняла больше суток. И от этого цель достижения Исландии была гораздо приятнее. Вот мы прилетели в Ригу, получили наши ваучеры на бесплатный проезд в такси и бесплатное проживание в отеле. Вот так выглядела наша комната в отеле на одну ночь. И после заселения мы отправились гулять по старой Риге. На себе прочувствовали, каково это быть туристом без вакцины и не иметь возможности нигде покушать. Так что будем мы кушать только то, что Бог послал. В виде магазина Neverness. Вот того самого. Запоминайте, ребята, кто без вакцины, вам сюда. На следующий день мы вылетели в Париж, потому что там у нас была пятичасовая пересадка. И потом из Парижа наконец-таки сели на самолет до Исландии. И вот мы здесь, в аэропорту Риг Явика. На тот момент в ковидные ограничения мы очень переживали, что по каким-то причинам нас не пропустят. Но все прошло успешно. Мы показали все наши бумажки вот здесь и вышли в город, где нас уже ждала машина с нашими гидами-организаторами. Программа первого вечера была понятной. Познакомиться с группой, погулять по ночному Риг Явику и в конце завернуть в исландский бар. Ну что, у нас первое утро в Риг Явике. И сейчас мы отправимся на прогулку по городу, а затем в одно очень инстаграмное красивое местечко. Вот такая интересная планировка у комнаты, в которой мы провели первую ночь в Риг Явике. И самое классное окно с красивым видом на исландские домики. Между делом спасли машину из сугробов, и такое будет еще много раз. И отправились к главной достопримечательности Риг Явика. Первое место, куда мы приехали, это самая узнаваемая достопримечательность Риг Явика. Хатерский... Хатерс... Хатерсгрин... Хатерсгрингирхи. Лютеранская церковь в Хатергримскирхе является одним из самых высоких зданий Исландии. Над часами расположена смотровая площадка, на которую, по желанию, можно подняться. Сейчас часть пути можно подняться на лифте, а остальное пройти пешком. Но говорят, что раньше лифта не было, и до самого верха всегда поднимались по ступенькам. Наверху расположены три колокола. Они, как и, в принципе, вся церковь, находятся здесь в честь памяти исландского поэта и духовного лидера. С высоты более 70 метров открываются прекрасные виды на сам Риг Явик и окружающие его пейзажи. Но одного мы не учли. Там очень-очень холодно, поэтому мы через 15 минут спускаемся вниз. Сама церковь была спроектирована и построена в прошлом веке. И посмотрите, в каком минималистичном стиле она выдержана. Внутри все чисто, аккуратно и светло. И если повезет, вам удастся услышать органную музыку. Нам повезло, и мы попали на репетицию органиста. И последнее, что стоит сказать про эту церковь, обратите внимание на ее внешний облик. Похоже на базальтовые колонны или вулкан. Далее мы отправились гулять по тихим разноцветным улочкам Риг Явика. Вот так, кстати, выглядели знаменитые тротуары с подогревом. По таким тротуарам так и хочется прокатиться на самокате. Зашли в магазин с популярным котиком. Вот он позирует. И совершили круг по основным достопримечательностям столицы Исландии. Одно из них – концертный зал Харпа. Здание построено из стеклянных панелей разных оттенков, которые расположены в форме сот. Благодаря преломлению световых лучей, освещение внутри здания очень удивительное и красивое. Создается ощущение легкости, свободы и пространства. В 2013 году здание получило престижную европейскую премию по архитектуре, как выдающееся сооружение, созданное европейскими архитекторами. Далее идет панорама на гору Эсья. И этой панорамой любуются не только туристы, но и местные жители. Там же можно взять бесплатные карты и рекламные буклеты. И мне кажется, это очень хорошая идея. Далее по маршруту идет такой арт-объект, который тоже очень узнаваем. И похож по своей форме на ладью викингов. Ну, а вообще город приятен и прекрасен сам по себе. Каждый дом вообще хочется рассматривать, потому что они такие яркие. И обнять хочется тоже. Яркие, праздничные, какие-то милые, уютные, аккуратные, невысокие. И просто хочется смотреть сюда, сюда, везде смотреть, все трогать, все фотографировать. Поэтому впечатление о городе прекрасное. А вот, например, лавочка с QR-кодом, которая призывает сесть на нее и послушать произведения исландской литературы. И, кстати, оказалось, что это популярный культурный проект, который реализован в нескольких городах по всему миру. Для тех, кто думает, что же можно съесть в Рейкьявике, сейчас будет рекомендация от наших гидов. А сейчас мы зашли в булочную Бреттонтхо, где самые-самые вкусные в мире булочки с корицей. Нам так сказали все. Но это был перекус, а на обед мы отправились в другое место. На обед пришли в супную. У некоторых супных есть особенность. Супы в них наливаются в безлимитном количестве. Безлимитный суп имеется в виду, что как в Бургер Кинге наливаешь спрайт. Да, как в Бургер Кинге наливаешь спрайт. То есть покупаешь суп, съедаешь, подходишь и тебе наливают еще раз. Супы вкусные, с морепродуктами, наваристые и непривычные. И затем мы поехали в то самое инстаграмное место, о котором я говорила. Sky Lagoon, спа-центр с геотермальной водой. Sky Lagoon предлагает программу, которая называется Ритуал. И состоит из семи этапов. Первый этап называется замедление. Вы плаваете в лагуне, в горячей воде и полностью расслабляетесь. Пространство для релакса представляет собой широкий бассейн на краю утеса. Таких бассейнов в Исландии очень много. Но это самый новый и самый крутой. Его открыли в 2012 году до пандемии. И поэтому не слишком большой дружественной воде здесь вообще очень побывало. И когда вы достаточно нагрелись и расслабились, начинается этап 2. Охлаждение. Не, это невозможно терпеть. После погружения в холодную купель вы можете отправиться в сауну. С таким прекрасным видом на Атлантику. Это шаг 3. Что у нас идет после горячего? Правильно, холодное. И шаг 4. Это холодный душ. Шаг 5. Мы мажемся скрабом. Шаг 6. Мы сидим в хамаме и ждем, пока этот скраб растает. И после всей этой восхитительной процедуры идет заключительный шаг душ и возвращение в лагуну. Как по мне, это идеальный первый день. Особенно после долгого перелета. Он позволил забыть обо всем и настроиться на приключения. И затем мы покинули Рейкьявик и отправились в наш новый дом, из которого будет удобно путешествовать. Доброе утро. Мы проснулись сегодня в 5 утра, потому что выезжаем далеко-далеко на ледник. Вот так выглядел наш дом снаружи. Но потом я покажу его при дневном освещении. А выехали мы на часть самого большого ледника Исландии. Ватнаюкудль. Ватнаюкудль занимает 8% территории Исландии. И считается одним из самых больших в Европе. Мы почти приехали. Осталось последние 40 минут. И мы будем на месте. Но уже сейчас такая красота. Миросвет. Место, в которое мы поехали, называется Скафтофетль. Это национальный парк Исландии, в который приезжают зачастую для развлечений на Ватнаюкудле. Например, сходить на ледник или залезть в ледяную пещеру. И вот мы подъехали к точке, где нам выдадут все принадлежности для безопасных прогулок по леднику и пещере. А именно, страховочную обвязку, кошки, ледоруб и шлем. Ну все. Мы утеплились, зачехлились. И со всем этим пойдем на ледник сейчас. Но на ледник мы пошли, конечно же, не самостоятельно, а под чутким контролем нашего гида Пауля. Поначалу у меня были опасения, что я замерзну. Но они не оправдались. Потому что, когда поднимаешься гуськом примерно один час наверх по таким тропкам, тебе совершенно не холодно. А очень даже жарко. Как только появился лед, Пауль предложил нам поработать ледорубом. И затем мы пошли на сам ледник. И тут гид сказал, что мы должны идти аккуратно, шаг в шаг за ним. Чтобы никуда не провалиться, не поскользнуться и вообще, чтобы все было хорошо. Дело в том, что с каждым годом ледника остается все меньше и меньше. И конкретно вот эта часть ватная кудля, по которой мы гуляем, за последние десятилетия сильно уменьшилась. Ледник, на котором мы были, называется Скафтофель-йоголь. В переводе Скафтофель-йоголь означает падающий ледник. И как сказал нам наш гид, в Исландии все очень просто. Если исландцы видят, что горы красные, то они назовут их Red Mountains. Если они видят, что ледник падает, то они назовут его падающий ледник. Вот получилась Скафтофель-йоголь. И говорят, что через 20 лет этого ледника уже не будет. Можете себе представить, он спускается на 5 метров каждый год вниз с гор из-за глобального потепления. На краю ледника находится большая ледниковая лагуна. И с каждым годом она становится все больше и больше. Иногда ее не видно, и можно запросто туда провалиться. У нас все обошлось без происшествий, и мы просто наслаждались окружающей обстановкой. И затем мы отправились в ледниковую пещеру. Такие пещеры появляются и разрушаются ежегодно. Она образовалась только весной 2021 года. Продержалась вот сейчас до зимы 2022 года. И говорят, что через месяц она рухнет, ее не будет. Но зато вместо нее появится на поверхности другая пещера. Для любителей клаустрофобии вот такой вот вход в пещеру. Честно говоря, я была настолько впечатлена, что почти не слушала гида. Но здесь он рассказывает про грязь. Про то, что когда ледник спускается, он захватывает с собой и песок, и камни. И вот по таким грязевым потокам можно понять, что ледник активно тает. Еще гид сказал, что возраст этого льда 400 лет. И призвал посмотреть на его структуру. Потому что если повезет, можно рассмотреть внутри не только кислородные пузырьки, но и растения. Возраст льда разный, в зависимости от того, где он находится, наверху или внизу. Тот ледник, который уже спустился вниз, по возрасту где-то 350-400 лет. На этом знакомство с ледником и пещерой было закончено, и мы выдвинулись в обратный путь. На мой взгляд, это то самое, что нужно обязательно увидеть в Исландии. Ледники, ледниковые пещеры. Потому что это и есть сама Исландия. Это и есть ее суть. И, пожалуй, где еще, кроме как в Исландии, на это стоит посмотреть. Когда мы спустились, наши гиды накормили нас исландскими хот-догами. И мы в еще более прекрасном настроении поехали дальше. А дальше нас ждал очередной жест взаимопомощи на дорогах Исландии. Это я имею в виду, что кто-то застрял, а мы помогали ему выехать. Помогли и поскорее отправились в другое уникальное место, а именно ледниковую лагуну. Йокуль-Саурлоун – самая большая ледниковая лагуна Исландии. Как вы могли догадаться, и айсберги, и воду в эту лагуну поставляет ледник в Атнаюкудль. Ширина некоторых льдин может достигать 30 метров. Двигаясь по узкой протоке, они постепенно выходят в Атлантический океан. И за последние 40 лет площадь лагуны увеличилась в 4 раза, что по-прежнему говорит о потеплении. Мы приехали просто в какое-то чудо. Это Diamond Beach. Именно на этот черный пляж выносят глыбы льда из ледниковой лагуны. И выглядит это невероятно красиво. Из всего увиденного, именно этот пляж с этими льдинами произвел на меня неизгладимое впечатление. Пляж называется «Алмазным». И правда, вот эти кусочки льда на черном вулканическом песке выглядят как настоящие алмазы. Я сейчас пересматриваю это вместе с вами, и у меня мурашки по коже от красоты. Очень яркие впечатления. Дальше мы выдвинулись в обратный путь. Честно говоря, я думала, что программа второго дня на этом завершится. Но я оказалась не права. Идем на каньон. Название не знаю. Прикреплюсь здесь. Даже как он выглядит, ничего не знаю. Потому что как-то этот каньон оказался сюрпризом в программе. Шли мы очень быстро, потому что хотели успеть на закат. Оказалось, что это каньон Фьядрарглуй-Юфур. Его протяженность более двух километров. А в некоторых участках глубина составляет 100 метров. Даже зимой это место выглядит масштабно и волшебно. Но я уверена, вы видели вот такие летние фотографии из этого каньона. Мне кажется, тут и слова излишни. Просто почувствуйте вот это вечернее умиротворение. Что здорово. Вот это все лавовое поле вулкана, который извергался несколько веков назад. Если вы помните, на Курилах лавовое поле выглядело вообще по-другому. А здесь оно вот такое. А если говорить точнее, речь идет о расположенном неподалеку вулкане Ларе, который извергался в 18 веке. Его извержение было настолько мощным, что привело к снижению температуры во всем северном полушарии и массовому голоду. И вы видите ночь. Это значит, наш день завершен. Но программа еще не закончена. Потому что нас еще ждало супер мощное северное сияние. И хоть камера не передает всей красоты, которую мы наблюдали, я думаю, масштаб этого сияния оценить можно. И, наконец, мы добрались до дома и стали ужинать. И мне кажется, второй день в Исландии бьет все рекорды по спектру впечатлений, которые мы испытали. И по количеству разнообразия, которое мы увидели. Впереди нас ожидали два прекрасных дня, но о них я расскажу в следующей части.